Всем привет! Сегодня у меня большая распаковочка, очень много посылочек скопилось в один момент, и начнём мы с Айдекабай. Вот такая вот очень красивая клетка, это фланель, и из неё уже будут, как вы догадались, рубашки, конечно же. Раньше я как-то фланель относила только к пелёнкам, пижамы тоже я из неё не шью, для меня идеальная пижама. Это кулирка с лайкой и интерлок 100% хлопок. Из фланели я пижамы не признаю, но вот такие рубашечки мне очень понравились. Очень круто они смотрятся, как и на майку, так и на водолазку, будут даже отлично смотреться в прохладное время года. Далее сайт тканевичок, и это футер трёхнитка петля, и моё недовольное лицо, потому что я его не очень люблю. И кашкарсе к нему в тон такого яркого, красивого, травяного цвета. Кнопочки рубашечные, как вы догадались, я их ставила в предыдущих рубашках. Там были одна рубашка с закрытой шляпкой кнопочки, а вторая вот эти с открытой. К этому зелёному травяному футеру я добавила яркий лимонный футер этой же трёхнитки. И смотрите в этом месте, как я обрабатываю. Некрасиво, конечно, будет, если я продолжу белыми нитками на зелёном фоне шить, да, и наоборот зелёным на жёлтом. Поэтому в данных моментах можно немножечко заморочиться, когда соединяете вот такие контрастные цвета. На стыке я меняю нитки полностью все на зелёные, и дальше продолжаю шить рукав. В этом месте, где у меня соединяется кашкарсе с бомбером, у меня получается вверху кашкарсе, значит, у меня три нитки зелёные. И лишь вот этот крайний петлитель, белый, получается вот такая красивая обработка. Устанавливаем кнопочки альфа, 15 у меня на этот бомбер, и вот такая яркая красота получилась весенняя. Дальше посылочка из мир ткани, это кулирка с лайкрой, смотрите, как она очень хорошо тянется, и она мне, в принципе, не нужна была, но она была на скидке, на уценке, там какой-то где-то брачок был, хотя я так и не увидела. Ну, получился такой вот домашний комплект, футболка и боксер для мужа, но боксера немножечко не хватило, пришлось скомбинировать. А это, кстати, те самые курточные кнопки альфа-15, которые ставила на бомбер. И они же пойдут на твидовые рубашки. Вот это розовый твид и чёрно-оранжевый тоже плотный, классный. Чёрно-оранжевый, кстати, двухсторонний, тут большая клетка и маленькая. Ну, и было видео уже, как я шила такую рубашку тёплую для мужа, можете нажать вверху на ссылочку посмотреть. И такие же у меня получились детские тёплые рубашки. Правда, одна вот эта вот для сына шилась уже из остатков, поэтому воротничок такой здесь немножечко не очень получился, но ничего страшного. Я очень люблю носить такие рубашки именно как верхнюю одежду, то есть второй слой, а под низом байка, водолазка. Это очень круто смотрится и выглядит. Следующая посылочка от Medes. Здесь у меня вот такой вот футер, трёхнитка, петля, даже положили мне образцы. Сейчас подробно на них остановим своё внимание. Это всё трёхнитка, петля. Смотрите, она идёт разная. Есть разная плотность и разный состав. Самая распространённая вот эта 70 на 30. 70 хлопок, 30 полиэстер. У меня же вот эта диагональ эксклюзив. Самый лучший здесь состав. И изнаночка тут вообще, смотрите, прям петелька к петельке, диагональка такая очень красивая. Тут они написали почему-то френчтери, я обычно его называю футер двухнитка. Это самый тонкий из всех футеров. И в чём его плюс? Он не крошится. Смотрите, видите, трёхнитка как разлазится. Здесь немножечко изнаночка не так выражена петля. Немножечко другая структура ткани. И, конечно же, состав тоже другой. Это для самых лёгких летних таких костюмов, свитшотиков. Также, смотрите, есть с эффектом велюра, то есть лицо у него такое очень нежное и трогательное. И также трёхнитка, петелька, отличается по диагонали. Есть обычная петля, то есть петельки расположены горизонтально, а есть по диагонали. Ну, я думаю, здесь всё понятно по изнанке. У меня же было ровно полтора метра трёхнитки петли. У меня была диагональка. И кашкарсе к ней в тон. Обязательно всегда важно брать кашкарсе в тон. Сразу берите, потому что потом очень сложно подобрать. И из неё, из этой петельки у меня получился вот такой вот классный костюм для себя и свитшот для дочки. Тоже, как я шила их, у меня есть отдельное подробное видео. Можете посмотреть. Следующий сайт это силтекс бай. Тут у меня даже чай с шоколадкой положили. И по этому вот моменту вы можете понять, почему я так не люблю эту петлю. Она очень крошится. Во все стороны света от неё мусора куча. Цвет, конечно, очень красивый. Фиолетовый, насыщенный. К нему я добавила банановый такой вот футер с начосом. И из них, двоих, из этого дуэта у меня получился вот такой вот демисезонный шлем. А выкройка, кстати, бесплатная. Ссылка будет под видео. Так же, как и ссылка на видео, как шить такой. Так же, в моих запасах у меня оставался вот такой вот небольшой отрез жёлтого цвета петли. И я решила их между собой скомбинировать. Мне очень понравилось это сочетание фиолетового и жёлтого. Поэтому я решила сделать ещё один свитшот со спущенным плечом. Почему-то надоели все вот эти принтованные ткани. И сейчас хочется чего-то такого однотонного и простого. Опять немножечко заморочились с ниточками, совмещая два контрастных цвета. Кстати, все ткани я обязательно перед этим стираю. Потому что многие могут задаваться вопросами, а не перекрасится ли, не полиняет. Если вы сомневаетесь в качестве трикотажа, то лучше маленькие кусочки отрежьте. И между собой их даже вручную можете простернуть. И вы увидите, красится, линяет или нет. Но если трикотаж высшего качества пенье, то он никогда не перекрасится. Вот такой вот свитшот у меня получился. Ну а на сегодня всё. Такой вот большой улов у меня. Если видео вам было интересно, понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Ну и, конечно же, шейте с удовольствием.